МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только путём постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта площадка позволяет доносить ту или иную информацию, те или иные сигналы в неискажённом виде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разговор был открытый. Все выступающие говорили то, что их волнует. Тут принимает участие в совете больше 40 человек. Это действительно эксперты высокого уровня. Необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Решать вопросы сообща, коллективно обсуждать назревающие проблемы и вместе находить новые пути развития страны, не разделяя, а объединяя и учитывая мнение граждан Казахстана. Именно для этого и был создан Национальный совет общественного доверия, новый инструмент построения связи между обществом и государством, проводник информации, передающий надежды и чаяния граждан страны президенту, новое звено в цепочке единения социума и высшего руководства Казахстана. О твердом намерении создать такой инструмент диалога глава государства Касымжо Мартокаев объявил 12 июня 2019 года в своей инаугурационной речи. И намерение это было исполнено едва ли не сразу же. Уже 17 июля президент подписал соответствующий указ, в котором было определено, кто войдет в первый состав совета и чем именно будет заниматься этот консультативно-совещательный орган. А уже в своем первом послании народу Казахстана Касымжо Мартокаев разъяснил гражданам цель создания этого объединения. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной геополитики. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество, вовлекать его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Именно для этого создан представительный по своему составу Национальный совет общественного доверия, который будет работать по ротационному принципу. Национальный совет общественного доверия был создан для того, чтобы притворить в жизнь концепцию слышащего государства, то есть закрепить такой формат взаимоотношений системы госаппарата и общества, который позволил бы максимально быстро и комплексно доносить до внимания президента ту информацию, которая раньше проходила через другие каналы связи, а значит, могла быть искажена. И это вот очень опасная ситуация для любой политической системы, когда система фильтров настолько плотная, настолько искажает информацию, которая снизу поступает, настолько искажает эти сигналы, которые идут от общества, что потом наверх к людям, принимающим решения, поступает уже неправильно, искаженно, отфильтрованная информация и, соответственно, принимаются неправильно искаженные, отфильтрованные решения. И в этом отношении Национальный совет выполнял очень и выполняет очень важную, на самом деле, функцию, о которой многие критики Национального совета не задумываются. Это площадка, которая находится непосредственно при президенте, под президентом, и она позволяет за счет разнопредставленности и большой инклюзивности своих членов, участников нацсовета доносить ту или иную информацию, те или иные сигналы в неискаженном виде. В состав Национального совета общественного доверия входят эксперты из разных областей, от политологов и экономистов до общественников и деятелей культуры. Каждый из них не просто специалист в своей сфере, имеющий авторитет в определенных кругах, но и известный в стране деятель того или иного направления. Проще говоря, все они лидеры общественного мнения, которые на площадке нацсовета транслируют это мнение напрямую главе государства. Кто-то из них вошел в рабочую группу по социальной модернизации, кто-то предлагает меры по улучшению экономической ситуации в стране, кто-то сосредоточен на вопросах политических или культурно-духовных. Впрочем, те запросы, которые здесь обсуждаются, имеют отношение к каждому казахстанцу без исключения. И именно поэтому говорить на все эти темы необходимо честно и открыто. И по экономике, по политике разговор был открытый. Все выступающие говорили то, что их волнует. Если есть какая-то проблема стратегическая, и она имеет национальный характер, и она на национальном уровне обсуждается, то есть, как бы, точка зрения экспертов, точки зрения членов. И там же, как положение отмечено, что в большинстве голосов будет приниматься решение. Наверное, как бы, это не референдум, конечно, но, тем не менее, именно голосованием принято решение либо за, либо против. По составу сегодняшнего национального совета мы видим, что это все те личности, которые в последние годы очень активно выступают на площадках казахстанских. То есть, это могут быть и в социальных сетях, это могут быть в диалоговых площадках, экспертных сообществах. То есть, это очень активная гражданская позиция людей. И для того, чтобы донести все волнующие общества вопросы до главы государства, состав национального совета было решено формировать по ротационному принципу. Это очень важная ротация. Почему? Потому что включить вот в этот короткий там список 40-50 человек всех представителей тех или иных социальных групп Казахстана, больших и малых, невозможно. И сейчас идет очень важный процесс. И в мире, и в Казахстане процесс атомизации общества. То есть, начинают появляться маленькие группы. То есть, если раньше как-то вот такие большие сословия, группы социальные были, ну, крестьяне, там, я не знаю, духовенство, там, дворяне, там, да, я не знаю, буржуа, буржуазия, то сейчас, вот представьте, много субкультур появляется. Чтобы менялись люди в надсовете, приходили люди с другой повесткой, они увидели канал, там, передачи напрямую, без фильтра информации, высшему лицу. И тоже, я знаю, что есть достаточно много людей, которые сейчас хотели бы тоже прийти в надсоветы и напрямую поговорить с президентом. Такие консультативно-совещательные органы, которые предоставили бы возможность напрямую доносить до высшего руководства страны волнующие общества вопросы, довольно широко применяемая в мире практика. Впрочем, и в Казахстане похожие органы создавались и раньше. Только вот фокус их внимания был сосредоточен на отдельных вопросах. В практике, в нашей новейшей истории Казахстана, такие советы создавались действительно по каким-то точечным вопросам, выработка пакета мер по демократизации, или общественное доверие, или, я не знаю, религиозная тематика, этническая тематика. А здесь впервые была попытка, наверное, да, комплексно посмотреть на вещи. Первое заседание национального совета состоялось уже на четвертый день после выступления президента Токаева с его первым посланием народу Казахстана. И, как и следовало ожидать, ключевые направления работы этого органа были определены основными тезисами того самого обращения. Так что участники рабочих групп национального совета на первое заседание пришли подготовленными, с конкретными идеями и предложениями, многие из которых уже удалось реализовать. Первым продуктом совместной работы президента и национального совета стал пакет политических реформ, который внес некоторые изменения в национальное законодательство. Подписан закон о порядке организации проведения мирных собраний, в котором введен уведомительный принцип проведения митингов. Новый закон полностью обеспечивает конституционное право граждан на проведение мирных собраний. Я также подписал изменение закона о выборах и о политических партиях. Мы внедрили институт парламентской оппозиции, упростили требования по регистрации политических партий. Партии, участвующие в выборах, будут выделять 30-ти процентную квоту для женщин и молодежи. Первыми выборами после внедрения этих изменений в законодательство стали выборы в Нижнюю палату парламента и местные маслехаты. Новый состав депутатов Мажелиса действительно качественно изменился. Возможность участвовать в законотворческой деятельности получили больше женщин и молодежи. Еще одно совместное достижение – декриминализация статьи за клевету. 130-ю статью Уголовного кодекса надо исключить, потому что есть такое понятие умысел. Умысел очень трудно доказывается. Следственные органы не доказывают умысел, потому что часто бывает человек неумышленно, где-то там услышал, сказал, а оказывается не так, потом меняет мнение. Из-за этого судить человека – это ненормально. Достаточно гражданского иска, потому что люди будут бояться даже свое мнение выродить. И вот уже на втором заседании Совета президент Токаев объявил о решении. По итогам анализа всех позиций и нюансов данного вопроса, ну и принято решение декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса и перевести ее в административный кодекс. И вот уже с мая 2020 года клевета административный, а не уголовный проступок, за который прежде могли осудить на три года лишения свободы. И это только малая часть тех решений и преобразований, которые происходили и продолжают происходить по инициативе Национального совета. Свою активную работу этот консультативно-совещательный орган не прекратил даже после того, как в привычный уклад жизни ворвалась пандемия. Останавливать уже запущенный механизм генерирования реформ было все равно, что отступать назад, позволив сойти на нет всем усилиям. И для того, чтобы такого не случилось, заседание Национального совета, встречи его членов с главой государства и профильными министерствами по большей части были переведены в формат онлайн-встреч. И последующие так называемые пакеты реформ, которые являются логическим развитием тех мер, которые уже были приняты, члены совета продолжают обсуждать и внедрять. Как-то люди недооценивают у нас. На самом деле, посмотрите, уже третий пакет пошел политических реформ, и именно президент использует именно Национальный совет как платформу для того, чтобы озвучивать, для того, чтобы притворять. Второй пакет пошел уже на детализацию. Это выборность Акимов. В первом пакете была выборность Акимов сельских. Во втором, третьем пакете она уже идет при успешности дальше на район Акимов переходить. Это вопросы усиления, например, контроля за детским насилием, бытовым насилием. Это кибербуллинги и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, вроде бы не самые важные вопросы. Кто-то может поспорить и покритиковать, сказать, ну вот хорошо, проблема инклюзии или бытового насилия, или полномочного по защите прав детей, или по снижению цен за политических партий с 7 до 5 процентов. Насколько это важные вопросы для Казахстана сейчас? Есть же и более важные вопросы. Да, есть. Но контраргумент – вот эти вопросы, которые давно не решались, которые десятками лет мы всегда откладывали в долгий ящик. Именно на площадке Национального совета стали снова обсуждать давно затянувшийся вопрос о продаже и аренде казахстанской земли иностранцам. Граждан страны это заботило всегда и особо. Но текущие вызовы и задачи, решать которые необходимо было срочно, перетягивали внимание на себя. И вот созданием Национального совета стало возможным не просто вновь поднять этот вопрос, но даже стимулировать усовершенствование законодательства. В своем послании вы заострили внимание на том, что земля не продается иностранцам. У народа пожелание, чтобы даже в аренду не давать землю. И вот спустя полтора года президент подписал закон, в котором четко обозначено, что не продаваться, не сдаваться в аренду иностранцам казахстанская земля не будет, как того и хотели наши граждане. И этот закон только один из тех, которые были приняты по инициативе Национального совета общественного доверия. А таких уже сейчас больше десятка. И хотя каждый из них направлен на решение конкретных задач, все вместе они формируют одну комплексную систему. Во-первых, они охватывают большинство вопросов, которые были в повестке президента. Это те ключевые направления государственной политики, которые сейчас необходимо решать. Которые, честно говоря, были актуальны. То есть пакет политических реформ, все понимают, потому что экономика, политика сильно взаимосвязаны. По экономическим вещам какие-то конкретные решения. По социальному блоку, который стал очень важным на последние два года. Пандемия очень четко показала, насколько важны социальный блок, здравоохранение, трудоустройство, безработица, система образования. Вопросы человеческого капитала и модернизации социального блока – одна из главных тем, которые прорабатываются Национальным советом. И в первую очередь это касается здравоохранения и обучения. Вопросы развития науки, улучшения инфраструктуры, сфер образования и медицины, повышения оплаты труда работников этих отраслей и многие другие. Ко всем этим вопросам совет обращался и продолжает обращаться. И эти старания не остаются незамеченными. Сегодня мной озвучены инициативы, направленные на реформирование ключевых социальных сфер. Значительная часть этих инициатив была сформулирована на основе рекомендаций членов Нацсовета. Эффективная реализация этих мер должна оказать значимое влияние на повышение качества человеческого капитала. Во время заседаний Национального совета общественного доверия обсуждаются и вопросы доступности жилья. К слову, именно здесь неоднократно говорили о такой мере, как возможность досрочного снятия пенсионных накоплений, которые уже воспользовались десятки тысяч казахстанцев. Здесь же говорят и о создании благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями, об улучшении детской медицины, о развитии альтернативных источников энергии. Словом, обо всем, что составляет нашу жизнь сегодня или будет влиять на уровень ее благополучия завтра. И даже о том, что многим пока что, может быть, даже не приходит в голову. Сейчас заканчивается передел экономической логики одного периода. Нефтяная, сырьевая, промышленная. И начинается следующий большой передел – цифровая экономика, не сырьевая, интеллектуальная, креативная, виртуальная экономика с совершенно новыми инструментами, совершенно новой логикой. И вот как бы не упустить этот момент, как бы не упустить этот переход в будущем, форсайты, какие-то образы будущего, новые возникающие угрозы, риски, новые возможности. Там креативная экономика, которая вот сейчас государство озаботилось на опережение, чтобы работать. Ну и вот вопросы такие долгосрочные, духовного, культурного развития. Другими словами, Национальный совет общественного доверия обращает внимание людей, принимающих решения на высшем уровне не только к тем рискам и задачам решать, которые необходимо здесь и сейчас для того, чтобы жизнь казахстанцев улучшалась в настоящем моменте, но и к тем, которые могут назреть в будущем, к тем вопросам, которые только предстоит обсуждать обществу и государству, которые только будут формировать тематику дальнейшего диалога. Диалога, основным инструментом которого уже успел стать Национальный совет общественного доверия. Моя формула, разные мнения, единая нация нашла свое прямое воплощение в Национальном совете общественного доверия. Редактор субтитров А.Семкин